Утро в Петербурге продолжается, и ни для кого не секрет, что Северная столица остается одним из центров притяжения абитуриентов. Прямо сейчас продолжим разговор о приемной кампании в вузы и колледже 2024 года. Как обещали ранее, затронем тему целевого обучения. Вот если обратиться к официальным данным, то в России из 620 тысяч бюджетных мест 145 тысяч являются целевыми. Вот чем целевое обучение отличается от бюджетного? Как абитуриенту заключить договор с предприятием, и можно ли его впоследствии расторгнуть на все эти важные вопросы? Сегодня отвечает Алексей Вячеславович Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здравствуйте, и еще раз. Здравствуйте, Алексей Вячеславович, да. Вот целевое обучение, в принципе, известно еще с советских времен. Сегодня это снова востребовано, причем как у абитуриентов, так же и у заказчиков. Давайте все-таки поясним, потому что многие путают. Все-таки что такое целевое обучение? Можно ли сказать, что оно чем-то отличается от бюджетного или нет? Или от нецелевого. Да, дело в том, что целевое обучение – это часть бюджетного, то есть фактически, как вы сказали, из 620 тысяч бюджетных мест по стране в этом году предполагается порядка 145 тысяч целевых. Что такое целевое обучение? Это фактически обучение по заказу или предприятия, или какой-то властной структуры с обязательством отработать потом от 3 до 5 лет. То есть и должен сказать, что как в советское время это оправдала себя сама по всей системе, то, что сейчас по целевому обучению с этого года очень серьезные изменения. Да, достаточно сказать, что только 27 апреля вышло постановление правительства Российской Федерации номер 555 о как раз изменениях в целевом обучении, как по высшему, так и по среднему образованию. И оно начало действовать уже с 1 мая, то есть уже 2 недели действует. Это сейчас про портал, да? Нет, я сейчас говорю в целом о том, что постановление правительства о целевом обучении начало действовать с 1 мая этого года и будет действовать до 30-го года. Алексей Вячеславович, ну вот такой вот студенческий вопрос вам задам. А зачем целевое, собственно, обучение нужно самому абитуриенту? Насколько это упрощает процесс поступления, может быть, гарантирует его? Это не столько упрощает процесс поступления, сколько дает основания думать, что после окончания успешного обучения, надеюсь, успешного абитуриента, потом уже студент попадет на конкретную работу и будет иметь там возможность отработать минимум 3 года, максимум 5. То есть такой карьерный путь фактически. А что нужно предпринять, вот если, например, абитуриент действительно хочет пойти по этому пути целевого обучения, какие его алгоритмы? Вот с мая этого года алгоритм такой. Заказчик целевого обучения – это или же унитарное предприятие, или же какая-то властная структура, или оборонное предприятие, опять же, да, или сельскохозяйственное. На портале госуслуг, это фактически работа в России, новый портал, дает заявку о том, что оно готово по такой-то специальности получить специалиста. И практически все желающие, имеющие равный доступ к этому порталу, могут или же при подаче заявления в ВУЗ, также подать заявление на целевое обучение по этой заявке, или же уже в процессе обучения, уже продолжим, будучи студентом, скажем, 2-го, 3-го курса, увидев соответствующую заявку, могут, соответственно, подать как на бумажном носителе, так и в электронном виде. А вот сколько договоров с предприятиями может заключить абитуриент? Вот как раз только один. Если при подаче заявления, в принципе, в ВУЗ, можно подавать в 5 ВУЗов или на 5 разных специальностей, то договор о целевом обучении может быть только один. Ну и также придется сдавать экзамены, ЕГЭ, целевой, вот этот договор не значит, что он не только получит впоследствии работы, но еще и место в ВУЗе. Ну, могу сказать так, это несколько облегчает поступление в каком плане? Что есть определенная квота целевых мест в рамках бюджетного приема, и нередко конкурс, собственно говоря, среди так называемых целевиков, он ниже. Ниже, да. Это не требование и в каком-то смысле контроль за успешностью обучения. Ведь предприятие, оно, в общем-то, прямо заинтересовано в том, чтобы получить по итогам обучения откровенно подготовленного специалиста. Алексей Вячеславович, вот просто немножко технический такой момент. Вот я абитуриентка, мне 18 лет, я сейчас буду поступать в ВУЗ. Я захожу, получается, на портал «Работа в России», нахожу заказчика, который мне, в принципе, понравился, ну, не в том плане, что понравился, а в плане, что я хочу в будущем у него работать, смотрю, пишу ему письмо, правильно, как это все технически организовано. И говорю, не хотите ли вы вот взять меня под контролад? Будет ли какое-то касание абитуриента, скажем так, и будущего заказчика-рабозадателя? Как раз вот то постановление 555, которое в этом году вышло 27 апреля, то есть относительно недавно, она как раз и регулирует взаимоотношения между заказчиком целевого обучения и абитуриентом. И как раз предполагает, что если вначале заказчик целевого обучения разместил на портале «Работа в России», то в дальнейшем абитуриент, видя эти заказы, может или же при подаче заявления также подать через единый портал государственных услуг свое заявление о том, что абитуриент желает обучаться именно по целевому направлению. Или же уже будучи студентом, увидев, скажем, на втором курсе, на третьем, что есть такой вот заказ по конкретной его специальности, может также, в общем-то, подать заявление уже на бумажном носителе и впоследствии заключить договор. А потом уже получается, что сам работодатель будет выбирать кандидатов на вот то целевое место? Или как это происходит? Или это по результатам все-таки экзаменов, ЕГЭ? Ну, дело в том, что если уже состоявшийся студент в процессе обучения, то, конечно, для работодателя весьма небезразлично, как этот студент учится. Конечно, да. Вот более того, ведь и студенту, или абитуриенту, если вот подача заявления на целевое обучение при подаче заявления в ВУЗ вообще, так же, в общем-то, небезразлично, куда в будущем он попадет на работу. И здесь могут играть роль и территориальные факторы. Скажем, абитуриенту интересно работать где-то, но, возможно, вот переехать в другой город будет весьма большая проблема. Точно так же и для заказчика целевого обучения. Одно дело, если он, предположим, понимает, что будущий специалист, придерживающий к нему, это из его города или приедет из другого города, когда надо еще обеспечивать его жильем. То есть здесь вот эти нюансы, безусловно, учитываются. Алексей Вячеславович, а вот если вот студент все, заключил договор, учится и вдруг на втором, там, третьем курсе, он понимает... А может быть и на пятом? Да, он понимает, что нет, я хочу расторгнуть этот договор, а может быть с успеваемостью что-то не то. То вообще можно этот договор прекратить или нет? Вот как раз... И какие санкции за это будут? Да, в постановлении правительства достаточно четко указаны категории и те возможные случаи, когда договор может быть или расторгнут, или приостановлен. Приостановлен это, предположим, или рождение ребенка, или, предположим, уход за инвалидом первой группы, или наоборот, скажем, если муж или жена военнослужащие и работают в каком-то... или служат в каком-то другом регионе. То есть есть конкретные оговорки, при котором договор может быть или же приостановлен, или же вообще отменен, но это достаточно серьезно. А если в одностороннем порядке, например? Ну, к примеру, я пошла учиться на машиностроении, а вдруг на четвертом курсе я понимаю, что я хочу быть дизайнером или психологом. Вот в этом случае студент должен компенсировать все затраты на него, как в бюджет, соответствующий федерации, то есть если это, предположим, федеральный бюджет, или муниципальный, так вот в соответствующие бюджеты студент должен обязательно компенсировать те затраты, которые на него... А если плохо учится, например, и работодателю за пять лет обучения уже... В общем-то, не нужен нам такой сотрудник, что с ним делать? Да, как раз и здесь предусматривается в том числе и контроль со стороны университета за тем, чтобы соответствующий студент учился должным образом. Это действительно непростая система, и то, что в этом году целевое обучение достаточно серьезно изменяется, в каком-то смысле даже некоторые революционные моменты изменения я бы отметил. Фактически, вот сегодня 14 мая, но с 1 мая пошел отчет совершенно новой системы. Алексей Вячеславович, вот ваш совет абитуриентам, которые хотят пойти учиться по целевому договору? Очень серьезно взвесить свои именно реальные стремления, потому что порой вот при желании заключить целевой договор действует скорее, ну, стремление, в общем-то, каким-то образом гарантированно поступить. Вот в этом случае надо понимать, что та мера ответственности, что впоследствии надо не просто хорошо учиться, но и отработать на этом предприятии... Минимум 3 года. Минимум 3 года, а максимум 5. Это тоже вот та новация в постановлении правительства. Это серьезно. Я бы именно посоветовал именно серьезно отнестись. Но можно же и со второго курса, насколько мы знаем, немножечко поменять. Да, можно и с третьего, можно и с четвертого. То есть все это возможно? Это возможно. И алгоритм действия абитуриента, и студента будет такой же? Да. Алексей Вячеславович, мы вас благодарим, спасибо большое. Мы с вами встречаемся раз в год, и я думаю, что в следующем году нам тоже найдется, что обсудить. Планы мы уже наметили на разговор. В общем-то, вопросы уже есть. Спасибо большое. Алексей Демидович, председатель Совета ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга, Ленинградская область. Спасибо. Да.